Девятый Альберт Акбаликов 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 Делает счет 1-0 Поэтому все кто нас смотрит Сейчас в режиме лайф Пишите ваши комментарии Задавайте вопросы Будем общаться в режиме лайф А пока смотрим за Виттеном Батурин В окружении двух соперников Батурин Ну казалось Немножко подталкивал его Даурен Турсагулов Однако все в пределах правил Считают судьи Обслуживает сегодняшний матч Чешская бригада арбитров Радин Чеп и Филипп Неснера Судьи Третий судья Это Михаил Прохоров Из Белоруссии Хронометраж Дмитрий Генесев Белоруссии Делегат УЕФА Сергей Лысинчук Представляет Украину Комментирует для вас Сегодняшнюю встречу Никита Климок Ну и пожалуй Мы разобрались Со всеми формальностями Более того Посмотрели уже даже За одним взятием ворот Вроде бы подуспокоилась Немножко игра В первую очередь Это полезно для Виттена Так как старт был Янно за Кайратом С мячом Артем Рось Представитель Украины В составе Аршанцев Ошибка И все та же Первая четверка Продолжает игру Кайрата Как вы понимаете У Виттена уже Не первая четверка На площадке уже Другие футболисты Ведут борьбу И аут Зарабатывает Кайрат Аут С левого фланга Розыгрыш Удар Поворот Там Лысенко Отражает этот выстрел И тут же свечу Над ареной Олимпийцев Могилеве Запускает Артем Рось Пока-то тяжеловато Смотрится Виттен Тяжеловато Команда Обороняется Ну а про Егиту Мы вспоминали Разве что Представляя Стартовые Протоколы Возвращают мяч Савио Автор Пока Единственного Гола в этом Противостоянии Еще один аут Зарабатывает Кайрат И вот шанс у Виттена Развить свое наступление Неплохо двигается Петров Петров потерял Лысенко Чурпачок Вперед Снова в аут Пока Виттен практически И не переходил То середину Площадки Доминирует Доминирует Кайрат на паркете Как более именитый Более классовый Топовый Соперник Все-таки Чуть позже расскажу вам Игита Бьет Поворотом Кто Может быть Есть у нас такие зрители Которые не особо следят За меню футболом Не знают Так вот Не удивляйтесь Дорогие друзья Тому что Второй номер Команды Кайрат Игита Капитан команды Будет постоянно Подключаться к атаке Бить поворотом Он очень много забивает Очень активный вратарь И Более того Этот голкипер Номинирован Четыре раза На звание Лучшего вратаря мира Даже не Номинирован А выиграл Четыре раза Это звание И номинирован Также и в этом году Название лучшего вратаря 2020 года В целом В составе Кайрата Целая колея Звезд Савио Неточная передача В направлении Турсагулова Анна Благодарит 12 номер Своего одноклубника За этот пас Но он получился Немного не точным Отсчитывают судьи Положенные секунды Для розыгрыша стандарта Лысенко Налево Принимает мяч Оршанский футболиста Павел Роговик Скидка назад Рабыка Представитель сборной Беларуси Юрий Рабыка Забил он в последнем матче У нас пока перехват Савио Опаснейший момент Лысенко Здорово как выходит Из ворот За пределами Своей штрафной Играет Классно Продолжается атака Кайрата Левый фланг Там открыт Но уже Немножко загублен момент Однако есть Классный удар В исполнении Дугласа Ну и вот Смену проводит Кака Выпускает Свежих футболистов Смотрим У нас появляется Диего Появляется Ранжел Появляется Пятый номер Даурен Нургожин И номер Девять Альберт Акбаликов Вот такая четверка Сейчас у Кайрата На паркете Находится Ну и первая Четверка Витена Еремин Неточная Передача В направлении Юрия Рабыка Небольшое Недопонимание У футболистов Произошло Прошло уже Более Трех минут Матча Понятно Что нужно Успокоиться Витена Нужно Подержать Мяч у себя В ногах Привести пару Ударов Поворотом И уверенность Вместе с этим Всем Конечно же Придет А пока Капитан команды Антон Гусаков Отбивается В аут Исполнять его Будет Один с номера Там Диего Фавера На майке Написано Просто Диего Ну пожалуй Давайте Будем его Так называть Игита Вступает В игру Мяч Аккуратно Прикатился К галкиперу Диего На правом фланге Высокий прессинг Катаршанцев Это может принести Свои плоды Так и есть Диего ошибается В простой Довольно Передаче О чем там Сейчас советуются Футболисты Лысенко Отдает Мяч Своим Игрокам А если быть точным Олегу Еремину Еще одного Представителя Украины Кстати в составе Витена Несколько Украинцев Есть пара Россиян В составе Аршанцев Но смотрим За розыгрышем Роговик Как вы знаете К большому сожалению Матч проходит Без болельщиков У нас пока Перехват Удар Поворотом Заряжал Альберт Акбаликов Отличный Выстрел Но мяч проходит Над перекладиной Лысенко контролировал Ситуацию Видимо На повторе Выдвинулся Чуть вперед 12 номер Максим Классно Выходом 1 на 1 Ну вот Витен Наконец-таки Выровнял Игру Наконец Для всех Белорусских Болельщиков Олег Еремин Исполняет Аут Через Рабыка Скорее всего Будет действовать Да так и есть Рабыка Ну удар Совсем не получился Однако и с выносом Проблемы Акбаликов Не лег Мяч на ногу Отправился В аут Уже поближе К владения Мегиты Исполняет Стандарт Команда Витен Кстати Интересный Факт Более 4 минут Прошло У нас пока еще Ни одного фола Не было Ударь Поворотом Вот Первый шанс Бил с левой ноги Антон Гусаков В ближний угол Пробивал Первый угловой В матче Зарабатывает Витен Игита Такое ощущение Что немножко Был не готов К такому выстрелу Не совсем уверен Но он сыграл В ближнем углу Еще один корнер Павел Роговик Его снова Будет исполнять С левого фланга Активен КК На бровке Прострел Момент опасный Еще один угловой Похоже Будет Нет Судья показывает Что от ворот Что все-таки От игрока в красной форме Мяч покинул Пределы площадки И появляются И появляются опять Свежие футболисты Из первой четверки Савио вышел Смешанная пока четверка У Карата На паркете Дуглас Дуглас Через Савио На него активно Выдвигается И здорово Выдвигается Еремин Еремин отбирает мяч Ведет борьбу против двоих И фалит Придерживает он За руку Савио Да Очень недоволен Восьмой номер Много бразильцев В составе Карата Много звездных Футболистов Также тренер Той команды Паулу Рикарду Фигейра Силва КК Он также номинирован На звание Лучшего тренера 2020 года Есть и проблемы Кадровые В составе Карата В отличие от Витена У Витена Вся заявка На месте Все игроки в строю Все готовы На сто процентов Я в этом не сомневаюсь Ни секундочки Но вот у Карата Есть вопросы Три футболиста Не прилетели В Беларусь Пока смотрим За атакой Вот гостей Савио Вышел рот Заряжает с левой Классный момент И угловой зарабатывает По всей видимости Да Мяч коснулся Одного из футболистов Поэтому Корнер зарабатывает Карат Справа фланга Будет его исполнять Но естественно Обо всем остальном Поподробнее Чуть позже Переход от Витена Отличный выход Из обороны И нет Савио Ну хорош Как этот восьмой номер Просто посмотрите За его действиями Это Это топовый футболист Действительно Это один из лучших Везде успевает Везде успевает Савио И в атаке опасен И гол забил И в обороне Также своей команде Помогает Вот сейчас здорово Отработал Отобрал мяч Лысенко на левый фланг Батурин Переметин Рось Батурин снова Подключается И Петров Дальше Переметин Его два соперника Атакуют Переметин Нет Мяч от Белорусского футболиста Выходит Что же Аут Так вот Был номинирован Также И Как она Звание Лучшего тренера Года А по поводу Отсутствующих футболистов Есть проблемы У Кайрата Три игрока Как я уже сказал Не прилетели В Беларусь Не сыграют Сегодня Эдсон Фернандиньо И Гадея Три игрока Три Опять же Топовых игрока Для команды В частности Например Гадея 32-летний футболист Он номинирован Название лучшего игрока В мире По версии Футзол Планет Ауээ Эвордс Как вы понимаете Потери довольно серьезные И Проджа Об этом Три в два Выход у Кайрата Передача Нужно биться Зачем же Этот пас Пяткой Лишним Он явно был От Чингиза Есиноманова Савио Классный пас И как один там остался Совершенно непонятно Дуглас Джуниор В штрафной Прямо перед Максимом Лысенко Оставили его защитники Позволили пробить Но повезло сейчас Беларусам С тем что Не лег мяч на ногу Не сумел подстроиться Под эту передачу Футболист Смотрим еще раз на повторе Да Мяч Даже похоже По опорной попал И Дальше Поскакал За лицевую линию Петров Петров Назад играет На Батури На Батури Через право фланг Петров Владит Печом Виттен Направо Переметен Хороший пас По мысли на Петрова Перехвачен Игита Игита Налево Сразу же на Дугласа Дуглас Через Савио будет играть Так и есть Савио на правом фланге Встречает его Петров Савио Под удар Дуглас Ну это Не точно Это совершенно Не опасно В казахстанских СМИ Писали такую вот Интересную фразу О том что Это катастрофа И Кайрат едет Без атаки Без форвардов В Беларусь А у нас пока По стаменту Виттена Выход 2-1 Шикарный шанс Чтобы сравнять счет Ну куда же следует Эта передача Артем Ро Сделал неточный пас Направление Максима Батурина И загубил Виттен Шикарный шанс Для того чтобы Создать первый И по-настоящему Голевой момент В этом противостоянии Да Видимо на повторе Этот эпизод Ну что же Виттен борется Виттен я уверен Будет бороться Команда Довольно подготовленная Команда начала Кстати свой путь С раунда 1-32 Принимала Черноморье Из Болгарии Победа 7-0 Увереннейшая Виктория Аршанцев Подопечных Алексея Попова Ну а Кайрат Так как Является Одним из лучших Клубов Европы Получил Автоматическую Путевку В раунд 1-16 Финала Как и Еще несколько Других Клубов Они стартуют Лишь сейчас В целом Весь раунд 1-16 Проходит сегодня Кроме одного Матча Барса Выиграла У Косовской Пристани Вчера Единственный матч 15-го числа Проходился Остальные встречи Сегодня Виттен с мячом Заброс Неплохой На ход Еремин Еремин Боится Это нарушение Правил или нет Нет Считает судья Еремин Это в жесткий отбор И вынуждает ошибиться Кайрат Показывает суде Что придерживали его За майку Однако Чешский рефери Не согласен С этим утверждением Четвертого номера Виттена Смотрим За розыгрышем Аутан Рабыка Стоит рядом По всей видимости Будет получать Передачу Под удар Отодвигает Судья На положенные метры Футболистов Кайрата Нет Рабыка Уходит в другую зону Смотрим За розыгрышем Выстрел Практически С 10-метровой Отметки Левой ногой Приложился Олег Еремин К мячу Однако Однако Блок И нужно Начинать снова Свою атаку Аут От белорусского Футболиста Мяч уходит За боковую Умберто Появился На паркете С Умберто Дуглас Дуглас Джуниор Умберто Налево Турсагулов Через Игиту Игита Снова На Умберто Кто делает Передачу Вперед И Хорош на Опережении Уверенно действует Олег Еремин Классно Сыграл В данном эпизоде Игита Пошел вперед Дуглас Игита В середину По стенку Направо Прострел И здесь Мяч уже От Антона Гусакова Покидает Пределы площадки Маленькая пауза Савио Савио Недоволен Заведен В рамках В рамках чемпионата Беларуси Команда Команда На месте Виттен Виттен Вылетел В Кубке Беларуси Проиграл Со счетом 2-1 Команде Середник У чемпионата Это УВД Динамо Кайрат Для сравнения Также в своем чемпионате На первом месте У коллектива 24 матча 22 победы Одна ничейка Вы понимаете Всего одно поражение Так что Далеко даже там Никто не может Приблизиться К коллективу КК Два лидера чемпионата Сегодня встречаются Но Кайрат И в Кубке Казахстана Приуспел пока удар Рикошет Еще один аут Кайрат Недавно Выиграл В полуфинальном матче Кубка Казахстана У своего соперника Вышел Как вы понимаете В финал Этого самого Противостояния Егита Подключается к атаке Пас направо Диего Диего Снова Егита На левый фланг И не точная Передача в касание Совершенно не точно Пас от Ранжела Мяч уходит За пределы Площадки Ну как мы видим И Кайрат Ошибается Бывает на ровном месте Естественно Нужно пользоваться Этим Аршансом Нужно создавать моменты Ведь уже Практически Экватор Первого тайма И мы Диего Максим Батурин Всего Нельзя 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 позволять Вот так Бить поворотом Очень уж Вальяжно Сейчас в этой атаке Себя чувствовали Гости Пас назад Длинная передача Неплохо Можно и пробить Слевой Сразу Ну тут уже Накрывают Накрывают Четырнадцатого номера Евгения Переметина Свисток судьи И угловой Показывает Чешский Арбитр Это шанс Для Витена В таких матчах Конечно нужно Нужно использовать Стандартное положение Когда Не так много Твой соперник Позволяет Создать с игры Не так много Позволяет Владеть Мячом на чужой половине Нужно использовать Стандарты обязательно Прошел По штрафную Однако Коленом Сыграл Максим Батурин И фол Второе нарушение У Кайрата Вот недавно Помните я говорил Что у нас совершенно Не грубая игра А тут за буквально Пару минут Команду уже Три фола Нахватали И 2-2 Показатель по нарушениям Сейчас Алексей Петров Отправляет мяч Артему Росю Росю Через правый фланг Переметен Снова Петров Против него Активно борется Нургожин Петров через Артема Роси Тяжело Тяжело Виттену Видимо Как классно Перемещается Кайрат Позиционно Отличное действие Длинная пятача Не проходит Контратака Нургожи На левый фланг И сносит Нургожина Можно продолжить матч Передача И свисток Сейчас Прозвучит Что там Будут разбираться Судьи Третий фол Да Отложенное нарушение Это все мы Прекрасно с вами Понимаем Третий фол У Виттена Но и угловой Угловой Зарабатывает Кайрат Идет к мячу Номер пять Даурен Нургожин Будет его Исполнять И еще один свисток Арбитра На паркете Оказывается Футболист В красной форме Артем Рося Это был Что там Произошло Поговорит Сейчас судя С футболистами Выскажет Пару ласковых И Альберту Акбаликову Ну все Разобрались Футболисты Разобрались Судьи Можем дальше Продолжать Наблюдать За нашим матчем Удар С лету Мяч проходит Намного Намного Выше ворот Однако еще один угловой Все тот же Нургожин Будет его исполнять Снова с правого фланга Пас назад Дальше в касание Передачи Ошибка От футболиста Из Белоруссии Браво Браво 14-му номеру Евгению Переметину Он просто-напросто Спасает свою команду Вынося мяч Буквально с ленточки Какой эпизод Создает Кайрат Для того чтобы сделать Счет 2-0 Смотрим на повторе Ошибка Артема Рося И как элегантно Перебрасывал Нургожин Максим Лысенко Мяч шел в ворота Если бы не Евгений Переметин Герой эпизода 14-й номер Футболист из России Удар и сейф Максим Лысенко На месте Снова Кайрат Взялся за свое Снова команда Очень активно Атакует Очень классно Атакует И создает голевые моменты У ворот Белорусского коллектива Отличный шанс Диего Вместо него появляется Также видим 12-й номер Мяч под ногой Прокатывается Это конечно Ну никуда не годится Согласитесь Дорогие друзья Рабыка Дальше направо Еремин Лазюк Перехват Ну нужно на опережение Играть Так и делает Здорово Олег Еремин Украинский футболист Егита пошел вперед Любитель этого дела Естественно часто Подключается Егита К атакам Своей команды Аут Зарабатывают Футболисты Кайрата Кстати помните Я вам говорил О том что Есть Проблема у Кайрата Три футболиста Не полетели В Беларусь Так вот Чтоб вы понимали Насколько важны Эти футболисты Для команды Я уже говорил Что один из них А если быть точным Гадея Номинирован Название лучшего игрока Мира 2020 года Ну вот например Если глянуть На таблицу Лучших бомбардиров После этой атаки Витена Глянем на таблицу Момент Нужно делать Хитачу назад Рабыка Направо Лазюк Не точная передача Снова-снова Ошибается Витен Так вот Например Эдсон Который сегодня Не приехал Первый в списке Бомбардиров У него 8 матчей 12 голов Фернандиньо Действительно Действительно Он хорош Вот пока Все-таки Импонирует Именно игра Восьмого номера В составе двух команд Он На мой взгляд Самый активный Самый уверенный И еще и ошибка Казахстан Представляла на несколько городов Представляла на несколько городов И Новолукомль Представляла и Оршу Ну а также Витебск Сезоном 2011-2012 По 16-17 Ну и вот потом уже Обосновалась в Орше И сейчас Является представителем Именно этого Белорусского города Рабыко На правом фланге Здорово убирает Своего соперника Рабыко Бьет И Гита Сейф Вот так вот Юрий Рабыко Взорвал атаку Витена Классно Прошел по правому флангу Пробил поворотом Но и Гита На высоте Ну не мудрин он Человек который Четыре раза Признавался лучшим Вратарем мира И должен действовать Уверен А вот так как сейчас Легко так поставил руку Мяч отбил И пошел вперед Номер 2 Будет подключаться К атаке своей команды Дуглас Джуниор В середину Обыгрался с ним Турсагулов Снова Дуглас Джуниор Регита пошел На свою профильную позицию Савио Савио Накручивает Роговик Как только может И зарабатывает Аут Восьмой номер Автор пока напомню Единственного гола В нашем противостоянии 6.20 до конца первого тайма 1-0 Кайрат благодаря Голу на 12 секунде Напомню Вот настолько быстро Забил Кайрат Идет команда из Казахстана Дуглас Джуниор Пас под удар Выстрелы блок Тут же контратака От Витена пошла Ну притормозили Ее аршанцы Потеряли мяч И нет нарушения правил Можно продолжить атаку Рабыка Хорошего отбора Подбор за Умберто Умберто на Савио Савио через Игиту Назад Игита Дуглас Джуниор Через левый фланг Турсагулов Дуглас В середине Ошибается Дуглас Тут же навязывает Ему борьбу Олег Еремин Но исправился Дуглас Джуниор Отдал пас назад Игита Турсагулов Хороший пас Как там одного Савио ставили И мяч не влетает В ворота Просто каким-то чудом Не забивает Кайрат Второй гол За 5.28 До окончания первого тайма Тут же угловой Быстрый розыгрыш Мяч попадает В девятого номера В Руслана Лазюка Перевод На Противоположный фланг Попытка Умберто Пробить слету Мяч прилетает В одного из футболистов В красной форме Аут Еще один аут Ну что же Несмотря на то Что всего один гол Пока забит Согласитесь Игра смотрится Моментов достаточно В первую очередь От Кайрата Выстрел слету Дугласа Джуниора С дальней дистанции Мяч проходит Мимо ворот Ну а также Дорогие друзья Я хочу вам Рассказать о том Что партнером Трансляции Выступает Букмекерская Компания Макс Лайн Для клиентов Макс Лайн Разработана Крутая бонусная Программа Которая позволяет Получать бонусы Каждый день Пройди регистрацию И получи бонус 15 рублей На игровой счет Макс Лайн А также Макс Лайн Рассчитает Ваши проигрышные Ставки На плюс И на возврат Есть бонус За серию Неудачных Ставок Им Даже неудачи Могут приносить Прибыль До 1000 Белорусских Рублей Угловой Зарабатывает Кайрат Витен Конечно же Прошу прощения Кайрат В обороне Сейчас Четверка В виде Савио Умберто Дугласа Жуниора И Турса Гулова И падение Рося Момент продолжается Удар Что же там Судья увидел Увидел Что Артем Рося Приземлился На паркет А после этого Зацепил Умберто И получил Желтую карточку Что же у нас Пауза Тайм-аут Тайм-аут Берут Берут команды У нас есть Небольшая пауза Артем Рося Видимо Получил Желтую карточку Именно он Становится Автором Первого Горчишника В сегодняшнем Противостоянии 4-2 По фолам 4-53 До конца Первого тайма Ну пока Пока все Для Кайрата На самом деле Очень даже Неплохо Проходит Коллектив Больше создает Коллектив Больше бьет Поворот Ну а Егита На последнем Рубеже Естественно Редактор субтитров Корректор А.Егорова Возвращаемся на площадку в Могилеве Стадион Олимпиад Спорткомплекс Олимпиад Принимает сегодняшний матч Снова там Судьи о чем-то спорят Ну нужно успокоиться Футболисты Немножко подзавелись Они после этой Желтой карточки Артем Рося И главное Сейчас Посмотреть на то Как таймаут Повлиял На игру той или иной команды В первую очередь Наверное все-таки Попову нужно было Поговорить со своими Футболистами Донести до них То как нужно играть В последние 4-5 минут Этого тайма Как переломить ход игры Заброс Отличный заброс Ай не принимает мяч Футболист Но боиет После этого С левой ноги Заряжает Артем Козел Пробил он здорово Но и Гита И Гита хороший Гита вовремя вышел Из ворот Спас свою команду Смотрим за угловым С левого фланга Артем Рося Заброс И вот она ошибка Перехват Выход 2-1 Голкипера Момент У Кайрата 2-0 2-0 Забивает Умберто Становится автором Забитого гола Вот так вот Словили Словили своих соперников На контратаке Игроки казахстанского Коллектива Ну и конечно же Максиму Лысенко Здесь ничего не предъявишь Его просто-напросто Разыграли Вдвоем Футболисты В белой форме 2-0 2-0 Прекрасная контратака Согласитесь Дорогие друзья Отличный шанс Был реализован Кайратом Ну вот так вот Риск Коллектива Алексея Попова Не был оправдан При возыгрыше Углового Пас пошел Вверхом И не сильно На последнего игрока В итоге на опережение Здорово действовал Футболист Кайрата И организовал Выход 2-0 Не успеет Роск Мичу Естественно Здесь далековато Было аут Биржан Аразов Появился на паркете Аразов Делает передачу И мяч От Артема Рося Который Не уходит Прямо с паркета Очень много Получает Игрового времени Судья Судья показывает Что нужен Новый мяч Сразу же Его предоставляют Вот там вот Где-то За баннером Компании Джома Спрятался Игровой снаряд Ну а я вам скажу Что Джома Это Испанский бренд Который предлагает Отличный выбор Футзальной обуви И аксессуаров Имеет магазины В Минске Гомеле И совсем недавно Открылся фирменный магазин В Могилеве Но также вы можете Заказать С доставкой по Беларуси Их продукцию В магазине Джома И получить скидку 20% По промокоду Футзал Беларусь А пока еще одна Такая Рата Какая классная Комбинация От коллектива Из Казахстана Ну что же Тяжело Нам предполагали Что будет тяжело Витену сегодня И в этом убеждаемся 2-0 Счет в пользу Кайрата Большое количество Опастных моментов Вот и еще один Недавно они записали Себе в актив Однако Последний паст И прошел Савио Какой прием Передачи И браво Просто браво Алексей Петров Он спасает сейчас Свою команду Не прошла передача От Савио Который конечно Демонстрирует Потрясающую технику Фол Савио пошел Игита Ой ну что же Тут начинается Пошли игроки Толкаться Один в одного Второй в третьего Ну что же Сейчас будет похоже Радим Чеп Раздавать Желтые карточки Или нет Нет Судья успокаивает И Игит Успокаивает Он и Евгения Переметина Давайте смотреть На повторе Вот здесь вот Переметину досталось Он пошел потом Толкать И явно Нарушил правила Против Биржана Разова Ну а там дальше И Савио И Игита Игита показывает Дескать Нет ничего я не делал Ну что же Дорогие друзья Видели мы все Конечно о том Что Игита Был неправ Мяч у Кайрата Принял передачу Альберт Акбаликов Однако его здорово Накрыл Все тот же 13 номер Алексей Петров Видим мы его Крупным планом Немного такой Усталый вид Конечно Обороняться Тяжеловат Да дорогие друзья Напоминаю Что у нас есть Чат трансляции Вы можете им пользоваться И слежу я за ним В частности За комментарием Вадима Зукова Спасибо большое За уточнение Так что Пользуйтесь чатом Пишите ваши комментарии Задавайте вопросы Комментатору Будем носить интерактив Ведь YouTube Он для этого и существует И плюс Нашего канала Футзал Беларусь В том что мы всегда Можем с вами Пообщаться в режиме Лайф Лысенко подключается К атаке В большинстве сейчас Виттен на чужой половине В режиме В пять полевых По сути играет Максим Лысенко На позиции последнего Ну вот куда ж Такие передачи Лысенко делать Очень рискованно И Если играть Конечно Вот таким вот Выходом Футболиста В чужую половину Паркета Нужно делать передачи Ну прям точнейшие Передачи в ноги Ни в коем случае Не так как было В последнем эпизоде Когда Лысенко Чуть не потерял мяч Из-за неточного паса Егита ошибается Петров На левом фланге И он противостоит Альберт Акбаликов Петров Смещается в середину Ну здорово Акбаликов не отклеивается Никак от своего оппонента Очень классно действует Персонально Переметин Переметин Против двоих Переметин Почти разобрался Если бы убрал Сейчас соперников То это был бы Шикарный шанс Я абсолютно в этом уверен Был бы Голевой эпизод Таймаут берет Команда Витен Таймаут берет Алексей Попов И у нас снова Будет сейчас Небольшая пауза Возвращаемся На Олимпийц Завершается Потихонечку Таймаут Который взял Алексей Попов Вот он сейчас Рассказывает что-то Своей пятерке Футболистов Дает указания Ну что же На планшетке Показал как сейчас Нужно располагаться При атаке Каким именно Образом Проводить наступление Для того чтобы Забить хотя бы Один гол к перерыву Это очень поможет Витену В первую очередь Психологически Гол в раздевалку В таком матче Когда не все Получается у команды Он вселяет надежду Укрепляет дух И веру в то Что все возможно И что Можно обыгрывать Такой грозный клуб Как Кайрат Ну и смотрим Дорогие друзья Вот так вот Было решено сделать Пробил Евгений Переметин Слева И принял на себя Отвыстрел Доврен Нургожин Еще один аут Артем Рось Исполняет С левого фланга Кака руководит Своими футболистами Показывает Что будет сейчас Забегание По всей видимости С правого фланга От Алексея Петрова И нужно его держать Диего Фавера Еще на домашняя заготовка И Да Да Не зря Не зря Так сигнализировал Кака Судье Мяч переходит Под владение Кайрат Указывает рефериат Куда нужно вводить Это самый стандарт Диего Обыгрался С своим одноклубником Перевод на левый фланг Неточная передача В направлении Турсагулова Аут 2.44 До конца Первого тайма Счет 2-0 Напомню У нас забивали Савио И Умберто Петров Налево Козел Петров Рось Козел Неплохо В касании Но Не врывался Еще в ту зону Куда пошла передача 20 номер Из белорусского коллектива И как вы понимаете Мяч ушел в аут Так Свисток судьи Нужно протереть паркет Показывают чехи Чешские судьи Поэтому Небольшая пауза У нас сейчас возникнет Небольшая пауза В которой я Например Расскажу вам о том Что команды Уже один раз Встречались Это было так же В Лиге Чемпионов Тогда еще называлось Это все дело Кубком УЕФА Когда формат Предусматривал Групповой этап Это было В сезоне 13-14 В группе Встречались Кайрат Из Алматы Тулпар Из Караганды Витен Тогда еще Витебской командой Он был Вот поэтому По всей видимости Казахстанские коллеги И немножко Перепутали Местонахождение Витенок Город Где он сейчас Базируется Ну а так же Команда Танго Из Сараева Так вот 4 апреля 2012 года Проходил матч Который Кайрат Выиграл Со счетом 6-2 Более того Кайрат в том сезоне Вышел в финал Четырех Команда Уступила В полуфинале Динамо Из Москвы Ну а В матче За третье место Обыграла Нет Прошу прощения Проиграла Азербайджанскому Аразу За счетом 6-4 За четвертое место По итогу А у нас 3-0 Диего Какой удар Какой выстрел В девятку Прошивает Белорусов Этот вот парень Диего Шикарный гол Диего Александре Фавера Вот так вот Полное имя Этого футболиста И он становится Автором Третьего гола Своей команды Вот Практически В раздевалку Забивает Не Витен А забивает Кайрат 3-0 К перерыву Это конечно Довольно большое преимущество Хоть и в мини футболе Бывает всякое Это небольшой футбол Вы все прекрасно понимаете Что здесь Голов может случиться Поболее В среднем Но Для этого нужно Атаковать Очень редко Егита пока Вступает в игру Не вот так вот Как сейчас Вступает в игру Получая передачу От своих игроков А именно Спасая Кайрат После Опасных Мустрелов От футболистов В красной форме Лазюк Рабыка Немного неточная передача Но благо Другой же на мяч прилетает Ровно в руки Максима Лысенко Лысенко Дальше Высокий прессинг Ну как классно Кайрат Любо дорого Мне смотреть За такой вот игрой Когда Кайрат Классно Очень резко Как будто По щелчку пальцев Начинает атаковать Вдвоем Вдвоем Одного футболиста И не теряя По итогу позиции То есть очень тяжело Из-под этого прессинга Выйти Казалось бы Сделай передачу Там черпачок Куда-нибудь У тебя плюс два Игрока в атаке Но нет Кайрат действует Настолько грамотно Что не получается Даже подумать О такой возможности Футболистам из Беларуси Рабыко Направо Дальше Поперечная передача В направлении Олега Еремина Еремин Рабыко Нах Не доходит пас До Еремина Можно было развивать Наступление Через левый фланг Однако Однако Нет Еще один аут Диего будет его исполнять За минуту 0.9 До конца первого тайма Диего Через седьмого Номерача Из Ранжела Не торопится Никуда Ранжел Ну да Кайрат я думаю Свою задачу на первый тайм Выполнил полностью У Витена И пять фолов И три пропущенных гола Все пока В руках Коллективы из Казахстана Аккуратно Не катают мяч Кстати Кайрат был основан В 1995 году Витен Напомню В 97 На два года Помоложе Эта команда Ну и Кайрат Это более того Это рекордсмен Лиги чемпионов Команда В 17 раз Вышла в элитный раунд Это рекорд Такого больше пока Никто повторить Не сумел Падение игрока Витена Мяч Снова У Аршанской команды Полминуты Полминуты до конца Ну что смотрим Рабыка Рабыка Обыгрывает соперника Здорово Тут подкат Передача проходит Нужно бить Сюда Поворот Само выше Недоволен Недоволен С собой Руслан Лазюк Не удалось Попасть ему Поворотом Лысенко Лысенко Уже с мячом Еще одна пауза Игита Последние 10 секунд Матча Дорогие друзья Ну что давайте Подводить Наверное небольшие Итоги Игита Бьет Лысенко на месте Лысенко Тут же Решил пробиться Но не попал В створ Да и Контролировал ситуацию Явно Нургожин Так что Мяч Даже если бы летел В створ То В воротах За линией Не оказался Звучит Сирена Окончен Первый тайм 3-0 Дорогие друзья Вот с таким Учетом Коллективы Уходят На перерыв Преимущество Кайрата Пока Довольно Неоспоримое Но посмотрим Как проведут Перерыв команды 15 минут Есть у них Есть 15 минут Чтобы отдохнуть И у нас с вами Забивали Савио Забивал Умберто И забивал Диего Каждый сезон Кайрат выигрывает Команда Классная Команда Просто оплот Минифутбола Или футзала В Казахстане И что же Еще раз Пройдемся По составам Играющих Сегодня команд Дорогие друзья Ну На этот раз Представлю вам Для начала Виттен Вратарь номер 12 Максим Лысенко Четвертый Олег Еремин Седьмой Павел Роговик Десятый Антон Гусаков Капитан команды Восемнадцатый Юрий Рабыко Пятый Максим Батурин Восьмой Артем Якубов Номер 9 Руслан Лазюк Одиннадцатый Владимир Пискун Тринадцатый Алексей Петров Четырнадцатый Евгений Переметин Шестнадцатый Артем Козел Двадцатый Артем Росси Запасной голкипер Девятнадцатый Номер Андрей Головнев Возглавляет команду Алексей Попов Состав команды Кайрат Якита Второй Капитан команды Воротах Восьмой Савио Десятый Есиноманов Двенадцатый Турсагулов Четырнадцатый Дуглас Джуниор Первый Вратарь Запасной Дуду Третий Умберто Пятый Нургожин Седьмой Ранжел Девятый Акбаликов Одиннадцатый Фаверон Семнадцатый Аразов Номер Двадцать Пиялы Вот так вот Первую атаку Проводит Виттен В этом матче Во втором Тайме Мяч Завис На сетке За воротами Егиты Ну и Пока Первая секунда Второго тайма Явно увереннее Виттен Проводит Чем в тайме Под номером Один Помните Вы На двенадцатой Секунде Уже Кайрат Открыл счет В матче А вот ошибка На ровном месте В исполнении Олега Еремина Проход Савио Савио Берет Лысенко Спасает Свою команду Хорош Лысенко А вот Савио Будет его Исполнять Смотрим Что интересного Придумает Кайрат Передача На Ранжело Удар Блок Мяч У Виттена Посередину Тут же Классно Разворачивается Олег Еремин И первое нарушение Правил Уже на Первой минуте Второго тайма Лысенко В середину Лазюк Рабыка Еремин Против него Савио Снова Рабыка На то Удвигается Дуглас Джуниор Опять ошибка И опять Момент Удар Ох Простил Сейчас Умперта Своего соперника Действительно Простили Ну Виттен Вот вроде бы Контролирует Мяч Вроде бы Неплохо Все Но потом Какая-то Простейшая Ошибка В передаче И тут же Возникает Опасный эпизод У ворот Максима Лысенко Не может пока Алексей Попов Победить Вот эту вот Проблему Вот этот вот Не знаю Может быть Мандраж Может быть Еще что-то Сложно Сложно Дорогие друзья Сказать Что именно Не позволяет Виттену Сейчас действовать Поувереннее В простых Именно передачах Помните вы И в первом тайме Замещали О том Что Виттен Иногда ошибается В довольно простых Эпизодах Где-то мяч Не приняли Где-то еще Вот он Шанс Вот он Момент у Виттена Но уже забивай Как же так Седьмой номер Павел Роговик Казалось бы Просто все Сделал В этом эпизоде Отклеился От соперника Получил пас На левом фланге Обыграл еще Одного Вышел на ударную Позицию Но Не забил Не попал В ближний угол Реализует Виттен Вот сейчас Можно было бы вернуться В игру Забить на старте Второго тайма И совсем другой Футбол бы пошел В Магилеве Но Виттен Явно взбодрился Команда Совершенно Другим Коллективом Предстает Перед нами В тайме Под номером 2 С мячом Петров Петров в середину Козел Назад Рось Через правый фланг Нет Через Петрова Петров Вот сейчас направо Невысокий прессинг От казахстанского клуба И опять ошибка Лысенко Еще и корпус поставил Ну просто умница Максим Лысенко Как сейчас классно сыграл Сохранил мяч для своей команды А мог ведь просто В подкате сыграть Выбить мяч за боковую Нет Лысенко действует лучше Лысенко сохраняет Игровой стерен Для Виттена Петров на левом фланге Смещается в середину Пас направо Переметен Переметен Пошел в обыгрыш Умберто Умберто сохраняет Мяч на линии И это аут Ну конечно же Это аут Который будет исполнять Виттен Смену Смену проводит Кака Выходят свежие футболисты Поднаелись Видимо за первые 3 минуты Савио и компания Смотрим Евгений Переметин Будет исполнять аут С правого фланга Петров Боиот Удар принимает На себя Биржан 17 номер Судья Показывает Что мяч должен Вадиться от ворот Ничего себе Рость Нужно подуспокоиться Футболиста У него уже Желтая карточка Та есть Но Нужно смотреть повтор Недоумевает Алексей Попов Не согласен с тем Что мяч отдают Игити Ну Оставим Оставим этот эпизод Но Эпизод на усмотрение Чешских судей Попов сейчас еще и Артему Россию Что-то высказывает Ну Возможно Говорит о том Что нужно немножко держать Свои эмоции Ведь желтая есть И за разговоры с людьми Получать удаление Это просто-напросто глупо Это конечно же Не то Что нужно сейчас От Витена Команда хорошо начала Второй тайм Даже как-то вот Нет времени рассказать Вам что-нибудь интересное Пока момент у Кайрата Мяч на левом фланге И классный подкат От Евгения Перемесина Мяч остается кстати у Витена Лысенко Длинный заброс Принимает мяч Футболисты Оршанского клуба Боет Зарабатывает аут Хорош Здорово действует Артем Козел Нужно продолжать Нужно продолжать В том же духе Играть Витену Главное сейчас Не допускать контратак И все будет в порядке Моменты начнут появляться Витен явно заведен сейчас В хорошем смысле того слова Переметен Аут Скидка на Петрова Петрова убить неудобно Его сразу же прессингуют Прессингует никто иной как Диего Петров Нельзя отдавать на вратая Нужно проще действовать Петрову Хорош Рось Придерживает мяч Артем Зря, зря пошел обыгрывать Чуть не потерял мяч На позиции последнего Такие обыгрыши Это конечно Смерть подобна может быть Один гол Кайрат уже сегодня забил После именно ошибки От Аршанса Второй фол Кайрата За первые три с половиной минуты Так, нет Что-то убрали у нас фол На табло Единичка горит сейчас Напротив фолов Кайрата На арене Ну Будем смотреть Будем разбираться Два вроде бы фола была У казахстанцев Лазюк Петров Рось В касание налево Неплохо Дальше передача Ну уже похоже Просто некуда было отдавать Артему Козилу И он сделал неточный пас А у нас столкновение Столкновение в середине площадки Два игрока на паркете Девятый номер Руслан Лазюк В составе Витена И вот не вижу Кто именно У Кайрата Сейчас посмотрим По-моему Десятый номер По-моему Это Есиноманов Сейчас будем смотреть Да Чингис Есиноманов На паркете Столкнулся он С Лазюком Встает Футболист Ну пожелаем здоровья Обоим парням Все Пожали руки Все хорошо Разобрались Можно продолжать матч Можно продолжать матч Но пока Я хочу еще раз Напомнить вам Что вы можете подписаться На ютуб канал Футзал Беларусь Стать частью нашей большой Футзальной семьи Подписывайте Ставьте лайки Комментируйте И наслаждайтесь играми С самыми яркими моментами Вместе с игроками Мы действительно Очень стараемся Чтобы помочь Расти каналу И делать контент Для вас более интересным Просим вас подписаться Ведь глядя на нашу аналитику Мы видим что Где-то две трети зрителей Смотрят матчи Без подписки на канал Поэтому Еще раз скажу вам Друзья Подписывайтесь на Футзал Беларусь Будьте в курсе Всего что происходит В футзальной жизни В Беларуси И мы продолжаем смотреть за матчем Продолжаем смотреть за игрой А вот зарабатывает Кайрат На правом фланге Недалеко от Владими Максима Лысенко Пошел вперед Футболист Кайрата Это Биржан Аразов Заработал еще один стандарт Турсагулов Перевод налево Здесь классно действует Роговик Роговик Такое Снова удар получается Не очень мощным Не очень Скажем так Сильным Большому-большому сожалению Для всех белорусских болельщиков На опережение Классно действует Роговик Мяч уходит в аут И вот так вот у нас Довольно быстро прошло Уже практически Пять минут Второго тайма Есть шансы у Виттена Есть шансы у Кайрата Игра смотрится Полностью на равных Во второй половине Но вот эта вот игра Полностью на равных Она все-таки Скорее в плюс Кайрату В плюс гостям Потому что они ведут За счетом 3-0 Их-то все устраивает Им можно не забивать Больше Главное это и не пропустить И тогда пожалуйста Выход Следующий раунд 1-8 На блюдечке Для клуба из Казахстана Кстати Жеребьевка Этого самого раунда Состоится 21 января Будет показано В приемном эфире Муан Где-то в апреле Планируется Финал восьми Вот так вот Из-за коронавируса УЕФА раз за разом Меняет форматы Проведения турнира То финал четырех То групповой этап То еще что-то Судья подзывает Сотрудников арены Нужно протереть паркет Да Вот я прямо С комментаторской Своей позиции Вижу как сияет Вот эта вот Мокрая часть Нужно действительно Ее убрать Так вот С большой долей Вероятности Могу заявить о том Что финал восьми Будет проходить в Минске В Белоруссии И тем более Это дополнительный стимул Для Витена Пройти дальше Впервые Для себя Оказаться На столь позднем Этапе Побороться за Трофеи Главный трофей В Европе Но для этого Нужно Нужно все-таки Переломить ход матча Против столь Грозного соперника Против Рекорд Барселона Смечем Витен Переметин 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 Пошел обык Потерял мяч Переметин Ошибка И контратака Выход 2 на 1 Защитника Браво Петров Браво И тут же ответ От Витена Нужно делать Передачу Поперечную Чуть пораньше Евгению Переметину И мог Пройти пас Направление Артема Рося А так лишь Угловой Зарабатывает Витен Но угловой Это тоже неплохо Это тоже шанс Это стандарты А то о чем мы говорили С вами в первом тайме Стандарты Это шанс Нужно Нужно Их реализовывать Нужно стараться Создавать больше моментов Падение в штраф Но и матч продолжается Умберто И это фол Петров Очень недоволен Алексей Этим решением Судей Кажется сейчас просто Съезд он Чешского рефери Но судья Неумолим И по всей видимости Да, желтая карточка Причем желтая карточка За разговоры Получает ее Алексей Петров Не за фол А именно за разговоры Да, на взводе На взводе Хорошие шансы Первый фол Витена В этом тайме Смотрим Смотрим Переметин 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 На Артема Рося Рось На него выдвигается Диего Переметин Переметин Опять ошибается В обыгрыше Ну вот Разводит руки Переметин Не идет у него Обыгрыш Ну если не идет Нужно по-другому действовать Вот у кого сегодня идет Это у Юрия Рабыка Лысенко пошел вперед Лысенко Рискует Максим Ну Наверное уже оправданно Рискует Потому что Три мяча Ворота Кайрата Забить Ворота Игиты Забить Голкипера Который четыре раза Признавался лучшим в мире Это Задача я вам скажу Не из самых легких Евгений Переметин Рось Это фол Нет Неужели Ну свистит судья Конечно же Это нарушение правил Третий фол Кайрата За первые семь минут И чем невозможность Нужно Нужно Сейчас брать И больше штрафных зарабатывать Для этого нужно выпускать Например Того же Рабыка Который может обыграть соперника Зарабатывать фолы И пробовать Зарабатывать дабл пенальти Десятиметровые удары Которые могут принести успех Виттенова Пока смотрим за штрафным Евгений Переметин С левой ноги будет его исполнять Через Петрова Или прямой удар Сейчас посмотрим Разбег Удар Прямо в Умберто Вот ровнёхонько Ровнёхонько В Умберто прилетает мяч Ничего опасного создать Не удалось Петров Лысенко Лысенко Вы посмотрите Лысенко В стиле Егиты действует Лысенко Ох ты Если бы сейчас мяч залетел Ворота Невероятный Просто-напросто Проход от Максима Лысенко Браво Аплодисменты со скамейки Запасных Виттена Звучат абсолютно по делу Вы посмотрите Ещё раз на повторе Максим Лысенко Ну какой красавец И Виттен продолжает атаковать Скидка под удар Смещается Бьёт Ну же Гол Виттен Забивает 1-3 Есть Первый мяч Торшанского клуба Евгений Переметин Ну Заслужили Заслужили Белорусы Это взятие ворот Согласитесь Дорогие друзья Невероятный матч Отличная игра И второй тайм Конечно совсем по другому Проколит Совсем по другому сценарию 1-3 Времени-то ещё предостаточно Через себя пытался Достать до мяча Умберто Не удалось этого сделать Лысенко будет Валить от ворот Смена Хорош Ребята Петров Вот убегая На скамейку Запасных Так Благодарит всех Молодцы Молодцы действительно Бил по воротам Артём Козел Но уже на добивании Сработал Евгений Переметин Забил Первый гол Своей командой В этом матче Рабыка с мячом Куда? Куда Юра? Не туда передачу Делает Рабыка Умберто Тут же аут Смотрим Скидка назад В стенку играет Умберто Снова через Дугласа Дуглас Назад Умберто Ошибка Нет Мяч от седьмого Номер аут Раговика уходит За боковую Ранжел Ну вот сейчас Кайрату конечно Нужно повлазить мячом Нужно покатать Игровой снаряд Подержать его В своих ногах Для того чтобы Остудить этот самый Пыл Виттеновитю Посмотрите С какой прытью Аршанцы бегут За мячом до шокдаун Ваут Выходит Но вот Рабыка Ошибается в приеме Мяч переходит Под владение Кайрата Дуглас Джуниор Умберто Умел сделать пас На Руслана Лазюка Это был бы Классный шанс Атак аут Аут с левого фланга Лазюк В касание Выше ворот Выше ворот Бьет Лазюк Ну а я еще раз хочу Напомнить Дорогие друзья О том Что партнером Трансляции Выступает Буквейкерская контора Макс Лайн Разработана Крутая система Бонусов Получай бонус 2000 белорусских рублей За прогноз Каждый день И Пройдет регистрацию И получит бонус 15 рублей На игровой счет Макс Лайн Лысенко Налево Лазюк Передача Вперед И Упускает Упускает Мяч за боковую Четвертый номер Олег Еремин Неплохой Выход мог Получиться У игроков И высокий прессинг Рабыка Нет Не ошибается Ведь Не ошибается Кайрат сразу Но потом Рабыка дорабатывает До конца Отбирает мяч Заслуженные аплодисменты От скамейки запасных Рабыка Но вот не в первый раз Юрий Шутов В втором тайме Немножко Недопонимание У него с партнерами Возникает И опасный момент У Кайрата С мячом Дуглас Прострел Нужно отбиваться Нужно проще действовать Так и играет Руслан Лазюк Убивает мяч в аут Понятно Там сразу же два игрока В белой форме Его прессинговали Очень активный Очень опасный И мог получиться Действительно Голевой момент Биржан Биржан скидка назад Игита Переходит В половину площадки Контролирует мяч Капитан Кайрата Игита Не выдвигательный У Рабыка Вот так сейчас пошел Игита налево Дуглас Дальше И ошибка Ошибка От Даурена Турсагулова Попов все так же напряжен Так что там Кака Хочется посмотреть Высказывает Очень громко Высказывает Сейчас своим футболистам Кака Павел Рикардо Фигейра Силва Рось Направо Переметен Снова Вот эта вот четверка Появилась на паркете Роговик Роговик Ну что ж такое Павел Нужно назад Сразу же было на Петрова Отдавать Петров через Лысенко Немножко перетасовал Свои четверки Алексей Попов Мы видим что Павел Роговик Сейчас играет Не в первой четверке А во второй А пока с мячом Турсагулов Назад На Биржана Биржан Через Дуглас От Дуглас Пошел обык И потерял мяч И фаолит Ну что же судья Ох ты Какой у нас тут Интересный момент Егита спасает Свою команду Но я тут хотел Обратить внимание На другой эпизод Столкнулся Белорусский футболист Судьей Еще и высказал Ему что-то Причем по делу Его придерживали За майку А судья мог Отложенный фол На самом-то деле И показать Это был бы Четвертый фол От Кайрата Петров Направо Переметен Переметен Дальше Прострел В исполнении Козела И угловой Мяч от Дугласа Уходит за пределы площадки Угловой Смотрим В исполнении Витена Экватор Второго тайма Еще 9.57 Есть у Оршанцев На два гола Это просто предостаточно Это вагон И маленькая тележка Времени Один мяч уже есть Егиту пробили Это значит что все возможно И момент Петров заряжал С дальней дистанции И тут же таймаут Таймаут Берет КК Ну понятное решение Тренера Кайрата Ведь сейчас выпускает Выпускает Кайрат Нити игры Из своих рук И явно увереннее Действует Витен Команда ближе к голу Возвращаемся После небольшого таймаута Ну что же Посмотрим Как сейчас заиграют команды Что там довел Кака до своих футболистов Он разочарован Видите мы Недоволен он игрой Своей команды Действительно Ведь Кайрат Не показывает Той мощи Той прыти Как в первой половине встречи Кстати Если говорить О прошлом сезоне В прошлом сезоне В Лиге Чемпионов От Белоруссии Поехала команда Столица Коллектив проиграл Три своих матча В группе с Барселоной Продексимом Из Украины Из Парты Из Чехии Занял последнее место Но и Кайрат Попал конечно В тяжелую группу Момент Удар С лету Переметин Заряжал Как классно Поймал мяч на ногу Ну и попади в створ Это была бы красота Смотрим На повторе Не достал до мяча Умберто И получился еще один Классный момент Игита Выброс Умберто И Петров Снова в защите Красавец Петров Ну шикарно действует 13 номер Тут же очень быстро Кайрат Тоже подзавелся Пытается разыграть угловой Пас назад Ранжел Закончим позже С Лиги Чемпионов Прошлого года Игита с мячом Пас вперед Не доходит до своего адресата Аут Так вот Кайрат Попал в сложную группу С командой Эль Поса Из Испании Писару Италия Бенфика Португалия И занял Последнюю строчку В группе Вот так вот Именитый Кайрат Занял четвертое место Одного обеда Два поражения И вылетел Вылетел Из Лиги Чемпионов Естественно В этом году Команда намерена Показать себя Во всей красе Выйти В финал Как минимум В финал восьми Ну а там Кто его знает Побороться и За Сам кубок Лиги Чемпионов Пошел вперед Петров Боет Поворот Там бьет Очень неточно И нет Углового Показывает судья Игита Длинный вброс Мещается для Лысенко Лысенко Тут же ответная передача Чарцом Рось Принял мяч Скинул назад Козел Козел на левом фланге Козел боиет Игита на месте Тут же на подборе Здорово действует Ранжел Петров Петров Ошибка Нургожин Назад Игита На правый фланг Диего Диего Ранжел Ранжел Классно Разобрался в эпизоде Отдал на Нургожина И здесь С падением Аут Аут Зарабатывает Кайрат Замену тут же проводят Виттен Игроки Виттена Удар С левой Мощный выстрел Классный удар от Ранжела Мяч попадает Немного мимо ворот Длинный заброс Игита на месте А вот как здесь один-то остался Ранжел Непонятно Рось Против него И молодец Артем Аут Вводит мяч Именно Белорусский коллектив В игру Роговик Рабыка Лазюк В стенку Неплохо Сохраняется мяч Снова пас назад Снова Роговик Вместе с ним Олег Еремин Юрий Рабыка Просит пас Девятый номер На правом фланге Рабыка пошел вперед Сам Рабыка Прострел Никого нет На дальней штанге Чтобы забить А вот мог Ведь там оказаться Руслан Лазюк Если бы подключился Ах Ведь совершенно Никого не было И ворота-то были пустые Игита На Савио Савио В середину Опаснейший момент Вовремя выходит Лысенко Далее удар Заблокирован И Аут Зарабатывает Биржан Аразов Атакует Дальше Кайрат Через правый фланг Пас Ближе к лицевой линии Савио С нулевого угла Бьет Бьет Не точно Бьет Мимоствора Слежу за вашим чатом Дорогие друзья Действительно Вы можете подписываться На футзал Беларусь Ведь Практически все матчи Транслируются В прямом эфире Без каких-то там Ограничений и проблем Потому что сейчас Международное противостояние И Есть те или иные правила У сервисов Поэтому Лишь позже Будет доступен Стрим для всех Остальных стран То есть для Казахстана И для Беларуси А пока момент Савио Скидка назад Удар по воротам Мимо Мимо заряжает Дуглас Джуниор Еще раз представлю Скомментируя для вас Матч сегодня Никита Климук Ну а мы смотрим Последние 7 минут 6 секунд основного времени Напомню что в случае Ничейного результата Будет назначена серия Овертаймов Два овертайма По 3 минуты Сохраняются фалы Второй половины Встречи Но если и овертаймы Не Помогут выявить победителя То будет серия 6-метровых ударов Серия пенальти Как вы понимаете Савио Скидка назад Перевод на левый фланг Здесь Саразов Биржан через Савио Дальше в касание Красиво Ну вот Кайрат заиграл Кайрат заиграл И удар по воротам Рикошет от защитника Мяч уходит на угловой Смену тут же проводят Попов и Компания Ну а мы видим Что тайм-аут Действительно Благоприятно Подействовал Повлиял на Подопечных Паулу Рикарду Фигейра Силвы Прострел Шанс у Витена Для контратаки Пошли сразу Вперед Рошанцы Рось Рось бьет Зарабатывает Аутот Дуглас Самая еще ходит За боковую Украинский Легионер Витена делает Передачу Налево Шанс Ориенциатором Второго гола Своей командой В этом матче Ну что какао Уже тайм-аут Не возьмешь Еще один Играть еще 6.35 Играть еще Очень много 3.2 Счет становится Витем Может вернуться В игру И Гита Ничего себе Хладнокровие У этого парня Тут же атака Кайрата, тут же момент, тут же 4-2. 4-2, Кайрат забивает. Сколько там секунд? 10, наверное, прошло. Потрясающе. Просто потрясающий футбол во втором тайме мы наблюдаем. Это просто класс. Это действительно Лига Чемпионов. Это футзал, который может быть интересен всем и должен быть интересен всем. Тут же тайм-аут берет Алексей Попов. Посмотрим, как же обидно сейчас для белорусов. Тут же забил номер 17 Биржан Аразов. Ох, дорогие друзья. Возвращаемся мы, дорогие друзья, после тайм-аута. Смотрим до повторя за тем, как забил номер 16 Артем Козел. Шикарный выстрел слева в девятку. И тут же ответ. Тут же забитый гол от Биржана Аразова. Ассистировал ему Даурен Турсагулов. Ну и смотрим. Витен в 5 полевых. 6-16 нужно забивать 2 гола. Витен играет в 5 полевых. Рискует Попов. Раскрывается команда. Ну и сейчас пан или пропал. Ошибка. Артем Орось, а ворота пустые, я напомню. Лысенко тут же возвращается в створ. Ох, как же обидно для всех белорусских болельщиков, что тут же забил Кайрат свой четвертый мяч. Если бы счет был 3-2. А тут Петров ошибается удар с лету, но не лег мяч на ногу Ранжелу. Совершенно не лег мяч на ногу. Это не опасно. Петров. Алексей. Действует передача на Артема Рося. Рося. Через Гусакова. Гусаков. Аут. Лысенко ушел. Сразу же вышел пятый полевой. Это Олег Еремин. Номер 4. Петров. Еремин. Снова Петров. Главное не ошибаться сзади. Главное не ошибаться сзади Витену. И все может получиться. И Андердок обыграет своего именитого грозного соперника. Он для этого нужно заниматься еще дважды. Петров бьет. Своего же попадает. Продолжается атака. И Еремин не точно. Но тут момент получился такой, что мяч в лицо, в голову прилетел. Футболисту Витена. Это Артем Рося. Помогает ему Якито подняться. Классно зарядил Петров. Но попал даже в своего же футболиста. Смотрим на повторе. Да. Момент неприятный. Очень даже неприятный эпизод. Якито через левый фланг. Дуглас Джуниор вперед. Падение. Можно продолжать матч. Игровой старяд остался в пределах паркета. В пределах площадки. Петров. На Лысенко уже отдавать нельзя. Нужно проще, проще действовать. Зачем? Роговик пошел в середину. Можно было через фланг сыграть. Просто выбить мяч подальше. Вдоль боковой линии. Да и невыдумывать этих вот опасных моментов, этих стандартов у своих ворот. Что ж, перестали команды фалить. 1-3 по фалам. Все те же цифры за 5-0-5 до конца. Основного времени этого противостояния. Смотрим за угловым. Дуглас на Умберто. Умберто через Игиту. Игита. Ну, пойдет, видимо, вперед. Дуглас. Не сумел сделать передачу. Гусаков. Хорош. Гусаков в аут. Действует. Кстати, не рассказал вам еще о том нюансе, что он... Есть определенное преимущество у Кайрата в плане игровой формы. Ведь Витен последний свой матч играл ни много ни мало месяц назад. Ну, а вот Кайрат чуть ранее, 25-го, если не ошибаюсь, декабря провел последнюю игру. Выиграл ее. И в то же время это прошло довольно приличное количество. Зимний период может сказаться. Новогодний вот этот, скажем так, период. Но Витен не играл действительно месяц. Поэтому не в таком тонусе находится команда. Четвертый фолл. Четвертый фолл от Кайрата. И всего два нарушения правил. И пойдут другие санкции. Пойдут дабл-пенальти. Небольшая пауза у нас. Небольшая пауза на то, чтобы привести в порядок паркет. И я еще раз напомню о том, что Джома, испанский бренд, предлагает вам приобрести продукцию в фирменных магазинах в Минске, Гомеле или Могилеве, а также по всей Беларуси с доставкой по промокоду FOOTZALBELARUIS вы получаете скидку в 20%. Витен в атаке. Гол! Гол! Ничего себе! Вот таким вот образом капитан команды Антон Гусаков делает счет. 4-3! 4-3 Гусаков! Спокоен, очень спокоен капитан. Показывает, что да, все в порядке. Ребята, не нужно, не нужно сейчас этих лишних эмоций. Нужно доработать, нужно забить еще один гол. Ну а мы ждем повтора, конечно же. Как там оставили Гусакова, который в касание отправил мяч в ворота Егиты. 4-3 Кайрат. Ну что же, ребята. Снова всего один мяч. Отделяет белорусский коллектив от казахстанского. Дуглас назад на Егиту. Егита. Длинный заброс. Не точный совершенно. Уже и Егита ошибается. Вы смотрите-ка. Егита опытнейший, мастеровительший футболист. Человек, который просто один из лучших вратарей вообще в футзале. Лысенко. Вот ответная ошибка от Максима Лысенко. От менее опытного вратаря. Егита налево. Умберто. С техникой у этих ребят все в порядке. Все передачи принимаются просто на раз-два. Ранжел направо. Снова Ранжел с мячом. Хорош Рось в отборе. И можно 3-3 атаку организовать. Рось через Роговик. Роговик придержал мяч. Рабыка. Лысенко ждет там указаний. Уходить, не уходить. Ушел. Появился сразу же Еремин. Снова в большинстве играет Витент. 3,5 минуты до конца основного времени. 4-3 в пользу Кайрата. Но играть-то еще прилично. Тут же убегает на полных скоростях. Артем Козел позволяет выйти. Гусакову выйти капитану команды. Петров смещен направо. Еремин. Еремин. Через Петрова. Петров в середину. Гусаков. Еремин. Убирает под себя. На фланг. Петров в касание. Рось. Не достает его Диего. Петров. Еремин. На правом фланге. Снова Петров. Рось. Можно, можно. Время позволяет вот так вот поконтролировать мяч. Покатать его. Довести поближе туда к штрафной. И завершить дело ударом по воротам Еремин. Не рискует. Витент не бьет с дальних дистанций. Пропускает мяч Еремин. На роговик. Роговик. Ошибка. Удар в пустые. Мяч не попадает в створ. Выдыхают, выдыхают все белорусы сейчас. А мы смотрим на повторе за тем, как упустили. Упустили Антона Гусакова. Ну что же, в атаке снова Витент. Рось теряет мяч. Лысенко-то в воротах. Но атака. Диего. Диего удар подка. Трикошет. Нет, я трикошета. Мяч от ворот. Волит Максим Лысенко. Отличная встреча. Я надеюсь, что никого этот матч не оставляет разочарованным. Дорогие друзья, просто великолепный мини-футбол. Мы наблюдаем и от мастеровитого Кайрата, и от белорусского Витена. Ошибка. Нужно ее исправлять. Тут... Ох. Ох, опасно действуют футболисты. Рискуют игроки Витена. Лысенко на Петрова. Петров. Лысенко. Момент. Дуглас. Дуглас будет бить поворотом. Бьет. Рикошет один. Рикошет второй. Мяч остается у Кайрата на правом фланге. Лысенко. Ой-ой-ой. Какое столкновение. Но нет фола. Оба игрока корпусом играли друг в друга. Тело в тело. Это Биржан Аразов был против Максима Лысенко. Боролся. Аут. 2-11. 2-11. До конца основного времени. Один гол отделяет Витена от овертайма. Судья отсчитывает время. Ранжел в касание на Диего. Диего. Игита. Не будет, конечно, сейчас выдвигаться Витен. Дает Игите возможность перейти за середину площадки. Дуглас на левом фланге. Можно бить. Дуглас бьет и забивает. Дуглас. 5-3. Да. Вот так вот он стоит. Показывает. Забил. 5-3. Кайрат снова в плюс 2 мяча за минуту 56. Ну, позволили. Просто-напросто дали возможность с середины соседей дистанции. Пробить поворотом, а этого нельзя делать. Ведь такие мастера, как Дуглас в составе Кайрата, им только дай возможность. И тут же аккуратно в уголочек укладывается мяч. Практически в прийти руку со штангой в дальний угол. С носка отправляет мяч Дуглас. 5-3. Кайрат. Минута 56 до конца основного времени. Алексей Петров направо. Еремин. Петров. Через левый фланг. Рось. Снова Петров. Еремин. Ошибка, ошибка. Тут же аут быстро ввести пытается Кайрат. Ну, конечно. Забей сейчас Кайрат 6. И я думаю, что матч можно будет считать законченным. Аут. От кого вышел мяч? Что сейчас нам покажет судья? Нет. Вот футболиста в красной форме. Покинул игровой снаряд. Пределы площадки. Игита. Длинный заброс. Здесь Петров должен играть, конечно. Второй этаж остается за белорусами. Сохранил мяч в пределах площадки Диего. Через Игиту будет играть, скорее всего. Да, так и есть Игита. По левому флангу пошел. Сделал передачу на противоположный фланг. Диагональ. Диагональ оказалась не точной. Петров. Рось. Минута. Минута остается у Витена на сенсацию. Рось вошел на чужую половину. Ну, уже нужно, наверное, и поторапливаться немножко к Витену. Еремин. Нет такого большого количества времени, чтобы раскатывать атаки. Ведь забивать нужно два гола. Петров. Роговик. Рось. Снова Петров. Нужно, нужно доводить дело до удара по воротам. Ведь время-то играет сейчас на Кайрат, не на Витен. Ни в коем случае. Рось. Не точная передача направления Игусакова. 42 секунды. 42 секунды остается у Витена. Игита никуда не торопится. Показывает, что все под контролем у него. И ошибается Игита. Вот вам, пожалуйста, даже такие мастеровитые футболисты допускают довольно простые ошибки. В самом-то конце матча Игита дает шанс Витену. КА напряжен. Да, не под его дудку, скажем так, идет этот матч. Не все контролирует Кайрат. Я вам скажу, что пока очень-очень-очень хороши Аршанцы во втором тайме. Ну, согласитесь, дорогие друзья, заслуживают похвалы белорусы в игре против столь грозного соперника без поддержки трибун. Вот если бы был матч с болельщиками, я уверен, здесь из Орши была бы огромная делегация зрителей. Фан-сектор Аршанский с барабаном. Все было бы классно на высшем уровне. Ну что же, смотрим. Смотрим за свободным ударом. Рось у мяча будет на Игусакова, скорее всего, отдавать. Ждем, ждем. Хочет Витен выйти дальше. Как я уже говорил, финал восьми будет проходить в Минске. Это будет праздник футбола в Беларуси. Праздник мини-футбола. И как было бы классно, если бы там участвовала белорусская команда. Но нужно сейчас за 42 секунды сотворить, наверное, небольшое локальное чудо. Смотрим. Очень долго, очень долго расставляет чешский судья. Игроков показывает, насколько нужно отойти. Игита в стиле Человека-паука сейчас расположился на паркете. Три футболиста в стенке. Четвертый рядом с Ереминым. Петров слева. Справа переметен. Ждем. Игита! Какой сейф! Показывает, что он просто герой этого эпизода. Правой рукой отражает данный удар. Ну, конечно, мастерство. Это мастерство Игиты во всей красе. Как шикарно он сыграл в данном моменте. Смотрим на повторе. Бил неплохо. Неплохо ведь бил Гусаков. Мяч остается в пределах площадки. Пошел вперед. Пошел вперед. Игита снова здорово выхолит. Классно играет. Вбивает мяч подальше. 28 секунд. Свисток судьи. Показывает арбитр, что именно с этой точки нужно вводить мяч. Нужно отсюда начинать аут Петров. Да, наверное, уже можно просто бить поворотом. Нагружать туда штрафную. Хоть что-то придумывать. Ведь 20 секунд на 2 гола. Алексей Петров. Еремин. Петров. Направо. Прострел. Не проходит. Еще прострел. Снова не проходит. Дважды Павел Роговик не сумел доставить мяч штрафную. Аут. Последние 8 секунд. И Кусаков штрафной нет. Удар пустые. Мимо ворот. Мимо ворот 3 секунды, дорогие друзья. И, по всей видимости, Кайрат все-таки шагнет в раунд 1-8 финала Лиги Чемпионов. Розыгрыша с сезона 20-21. Великолепный матч мы с вами наблюдаем. Просто потрясающая игра. Все. Звучит финальный свисток. Поздравляем команду из Казахстана. Это был классный матч. Забивали. В составе Кайрата Савио, Умберто, Диего, Биржан Аразов. И еще один мяч. Забил. Все тот же Диего. Нет, прошу прощения. Диего. Дуглас Жуниор. Но в составе Витена забивали Антон Гусаков, Евгений Переметин и Артем Козел. Будем потихонечку с вами прощаться, дорогие друзья. Еще раз поздравляю Кайрат и их болельщиков. Витену не унывать. Команда действительно поборолась. Команда показала себя. И заслужила аплодисменты. И похвалу в свой адрес. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.